Я мама Тимофея. Три года назад, это 2012 год, мы приехали из Бельгии к вам в клинику, потому что у меня сын был наркозависимый. И наркозависимый очень. У него был стаж 15 лет, если не больше. Ну, в общем, вот так вот, по-настоящему, когда он уже кололся, и все, у него был стаж 15 лет. Я его привезла сюда, у него уже не было ни вен на руках, у него кровь невозможно было взять на анализы. У него на ноге была травма на работе, и она очень долго не заживала, месяца, наверное, 4 или 5. И каждый день приходил медбрат и промывки, и все, и просто не заживала. А они знали, что у него такая проблема или нет? Нет. Нет, как-то на работе не знали. Это на работе у него упал камень на ногу, он был на больничном. Этого не знали. Это Бельгия, там, если бы и знали, там тоже на это не обращают внимания, потому что они помогают, они получают метадон бесплатно. Он каждое утро ходил. И еще они этот метадон умудрялись колоть, почему поджигали свены. В общем, у меня сын просто уже умирал, можно сказать. После клиники мы здесь были месяц, он подшился от всего, от алкоголя, от всех видов наркотиков. Он очень хорошо лечился, он не пропустил ни одну процедуру вот здесь, вот с утра. С утра и до вечера он бегал с этой книжечкой, все-все тут проходил. Он очень хотел вылечиться, очень. До этого мы нигде не лечились, никакую помощь мы нигде не получали. Ну вот, потому что он был в Украине, я была в Бельгии. Вот такие всякие ситуации. Сейчас он полностью здоровый человек. У него уже есть вены, у него и основная вена появилась. Он работает, но он и работал. Работает, не пропустил ни одного дня на работе, не опоздал ни на пять минут. Для него и погода вся хорошая, потому что у нас в Бельгии в основном дожди. Такая, он говорит, для меня все хорошо. У него лето это лето, зима это зима. И ваши отношения с ним тоже? Наши отношения очень хорошие. Первое время после клиники мы вообще с ним любились вдвоем сидеть и вспоминать. И обо всем говорили, обо всем. Он мне все-все рассказывал, как было. До того, до того они всегда скрывают, что-то врут. Потом я уже узнала все. Вот, он говорил, что встаешь утром. Как вы считаете, а что повлияло на него, что он решил лечиться? Ну, что на него повлияло? У него есть жена и дочка. Он давно женат. Наверное, он просто, ну, просто он уже устал. Или я не знаю, что повлияло. Но просто ни у кого он помощи не просил. Ему было стыдно попросить помощь, чтобы его повезла мама лечить. Как-то, ну, я не знаю. Я не могу сказать, что повлияло. И как-то он мне это не говорил. Просто, наверное, уже он накололся. Или как это говорят у них, я не могу даже это слово сказать, настрадался. Вот видно, он уже настрадался. И вот все, уже конец. Или умирать, или вот лечиться. Что вы можете сказать родителям, родственникам, ребятам, у кого такие проблемы? Хочу сказать, я говорю. Я уже в Бельгии встречалась с другими родителями, где я знаю, что дети наркозависящие. Я просто поехала к ним раз, и другой просто уговорила, что как хотите. Но только надо поехать сюда, в эту клинику, только здесь вам помогут. Невзирая ни на какие расходы, потому что это билеты и все. Надо ехать только сюда, потому что по сравнению с тем, что тебя возвращают ребенка, тебя возвращают, мне вернули сына. Я просто... Вам вернут сына. И приехали сюда и одни родители, и вторые, и от алкоголизма сюда приехали. И уже с Бельгии два человека, с Украины один. Это все... Вот я как мама, просто мне... Я все это понимаю, что это болезнь, что это... Нельзя сказать, что он наркоман. Нет. Это болезнь, это наши дети, и надо им помочь. Вот если есть возможность, то только сюда и здесь помогут. Это я знаю сто процентов. Спасибо. Спасибо.